Если вы сделаете экономику единственной ценностью в своей жизни, то мир станет очень мужским. Должен существовать мир, в котором женщины могут быть на 100% женственными и при этом абсолютно успешными. Деньги не должны быть определяющим фактором. Начнем с того, что женщина — это не какой-то отдельный вид. К сожалению, сейчас существует слишком сильное разделение на мужское и женское. Это небольшая биологическая разница, которая существует, чтобы служить определенной цели. Все мы присутствуем здесь благодаря этому различию. Да? Так что мы не должны относиться к женщине как к отдельному виду. Было время, когда мир был таков, что женщина не могла делать много чего. Из-за того, каким был окружающий мир, предположим, я не уверен в цифре, возможно, 2-3 тысячи человек со всего мира посетили вчерашнее мероприятие в Каше. Я думаю, что 60% среди них — это женщины. Теперь предположим, что дело бы происходило тысячу лет назад. Тогда это было бы 95% мужчин и, возможно, только 5% женщин. Потому что совершить пешее путешествие в Каше или приехать верхом на лошади, преодолев расстояние в несколько тысяч километров, было бы сложной задачей для женщины. Для женщины в те дни это могло быть совсем небезопасно. Но вы должны понимать, что сегодня женщина на определенный уровень подняла не ваша либеральная позиция, а только лишь технология. Технология нивелировала разницу, потому что большие мышцы больше не востребованы. Сейчас нужен мозг. Когда все на этой планете делалось мужскими мускулами, естественно, что мужчина доминировал. Это доминирование также было неправильно понято. Он доминировал на сцене, которая записывалась и о которой рассказывалась. Она же доминировала на другой сцене, частной, о которой нигде не сообщалось. Если вы сделаете экономику единственной ценностью в своей жизни, если вы сделаете деньги основной ценностью вашей жизни, то мир станет очень мужским, потому что женственности будет негде выразить себя. Женщины могут существовать, но, к сожалению, они откажутся от своей женственности, чтобы добиться успеха. Этого не должно происходить. Женщины должны преуспевать как женщины, а не как мужчины. Они должны иметь возможность добиться успеха в обществе с полноценной женской природой. Им не нужно притворяться мужчиной, чтобы быть успешными. От этого нам нужно избавиться. Чтобы это произошло, мир должен полностью перейти от мускулов к мозгу. Этот переход очень важен. Когда вы говорите о сфере экономики или власти денег, это мускулы. Ещё один вид силы. Так что мы убираем физические мышцы и вводим денежные мышцы. И вы снова создаёте общество, в котором доминируют мужчины. Общество доминирующих мужских качеств, потому что теперь женщины усвоили, как стать успешными, приобретя мужские качества. Для мира это не очень хорошо. Должен существовать мир, в котором женщины могут быть на 100% женственными и при этом абсолютно успешными. Для этого деньги не должны быть определяющим фактором. Они должны оставаться всего лишь валютой. Деньги — это просто валюта для управления делами. Но сейчас деньги — это самый главный фактор. Поэтому мужские качества становятся доминирующей силой. Нам нужно изменить это. Если музыка, эстетика, любовь, красота и всё остальное не приобретёт равное соотношение, женственность не расцветёт. И если женское начало будет стёрто с лица планеты, тогда все мужчины начнут задаваться вопросом, а зачем нам вообще жить? 5-6 июня впервые в России Садгуру проведёт программу «Внутренняя инженерия» с переводом на русский язык. Программа предлагает технологии, позволяющие создавать вашу жизнь такой, как вы хотите.